Здравствуйте, дорогие наши зрители, наши советчики, критики и друзья. И во многом наши соавторы. Кстати, самой острой реакцией чиновников всегда бывает как раз, надо так сказать, народный сюжет, который мы снимаем по вашим звонкам, письмам, сообщениям на электронную почту. Так что спасибо вам, дорогие друзья, за то, что дали нам возможность сделать немало ершистых репортажей, а не многим гладким и сонным начальникам, что называется, дали жизни. В 2014-м продолжим, не так ли? Сегодня мы вспомним некоторые рязанские этапы 2013 года. Всякие разные по своей значимости, по социальному наполнению, по настроению. Ну и, разумеется, будут поздравления людей, которые действительно много сделали для того, чтобы мы, журналисты телекомпании «Город», могли свободно говорить о том, что происходит в нашей дорогой, любимой Рязани-матушке. Среди этих поздравлений, кстати, нет ни одного платного, снятого за деньги. Для нас это принципиально. Брать деньги за искренность, как-то это не в нашем духе. И еще, хотим мы того или нет, а начать программу надо с молчания, в память о волгоградской трагедии. Теперь непосредственно к рязанским событиям года 13-го. В нем наш город обрел думу нового состава, созыва. 40 человек, то ли очень премудрых, то ли сильно партийных, это уж кому как видится, заняли кресло в зале заседания и принялись решать судьбу Рязани. Думская вспоминалка. От Глеба Галушкина продолжает программу. Первые данные с избирательных участков стали поступать в горы избирком примерно в 11 вечера. И практически сразу в голосовании по партийным спискам выявилась тройка лидеров. Это парламентские партии, Единая Россия, КПРФ и ЛДПР. Все остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер. По итогам голосования депутаты от Единой России получили подавляющее большинство. 33 места в Рязанской городской думе. Главой Рязани стал Андрей Кашаев. Перед принесением присяги случился забавный эпизод. Андрей Кашаев начал читать текст, не примерив символы городской власти. Массивной золотой цепи с эмблемой Рязани. Но не привык человек золотые цепи носить. Не в пример многим другим начальникам и предпринимателям, которые выныривают из 90-х. Но старшие товарищи нового главу поправили. На наш взгляд, состав дома достаточно эффективный, конструктивный. Люди все работоспособные, люди адекватные. Поэтому считаю, что с этим заставом мы должны думать. Те задачи, которые поставили губернатор Рязанской области перед депутатским корпусом, они могут быть выполнены. Дорогие рязанцы, уважаемые друзья, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Год уходящий, несмотря на число 13, был для нас с вами позитивным и насыщенным. В новом 2014 году наши приоритеты остаются неизменными. По-прежнему будем делать все для удобства наших клиентов. Отойдемся к коллективу компании «Ведикон». Хочу пожелать вам и вашим близким в новом году здоровья, счастья и удачи. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы наши услуги рязанцев остались качественными, доступными и интересными. С Новым годом, дорогие друзья! Дорогие телезрители и все, кто любит телеканал «Городской». Наступает новый 2014 год. Это волшебный праздник, которого ждут, надеясь, на лучшее. Новый год должен принести позитивные перемены. С января наш канал начинает трансляции на область. В связи с этим мне приятно обратиться не только к рязанцам, но и к жителям Рязанской области. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно. Пусть дети радуют своих родителей, а старшее поколение получит внимание и заботу. Со своей стороны мы постараемся сделать наш телеканал интереснее, запустив новые проекты. Придать новое звучание уже полюбившимся программам. Здоровья и счастья, спокойствия и любви в наступающем году. С Новым годом и Рождеством! В первый думский созыв мудрых мыслителей было тоже немало, но главное, чему город Дума. Научил тогда рязанцев это активному энергичному проявлению собственной позиции в решении насущных вопросов. К тому, что сами сидельцы-заседанцы мало что будут делать, кроме разговорчиков и телефонных звоночков во время самих заседаний. Уж такого мы насмотрелись и наснимались немало. Вот и судьба Комсомольского парка в Московском округе тому свидетельство. Народ вышел в пикеты и зеленая зона была спасена. Более того, сам городначальник Виталий Артемов сажал в будущем парке первые деревца. Современная история Комсомольского парка – это пример формирования настоящего гражданского общества. Ведь в начале ноября 2012 года состоялись публичные слушания, на которых застройщик пытался убедить людей и городскую власть передать ему участок земли в этой зеленой зоне. Местные жители были категорически против застройки сквера. Они собрали почти 5000 подписей против уничтожения Комсомольского парка и настояли на своем. Уже в декабре администрация города отклонила проект. Люди воспряли духом и решили самостоятельно облагородить свой парк. Они высаживали клёны, акации и липы вместе с мэром города Виталием Артемовым. Здесь один был участок парка, переведенный из в свое время зеленых насаждений в жилую. Я в четверг подписал документ, отдал гороскоп на возвращение его в зеленую зону. Спустя пару месяцев посетил Комсомольский парк во время своего объезда московского микрорайона и губернатор Олег Ковалев. Здесь он встретился с местными жителями и потребовал от городских чиновников всегда учитывать их мнение. Сейчас Комсомольский парк огородили. Здесь установили новую детскую площадку. В планах проложить пешеходные дорожки с освещением и установить скамейки. Уважаемые рязанцы, земляки, поздравляю вас с наступающим Новым Годом, Рождеством. Желаю здоровья, счастья, успехов в каждой домной семье. Я хочу поздравить жителей Рязанской области с Новым Годом, пожелать в этом году, чтобы у вас были на столе безопасные продукты питания и напитки, чтобы те кредиты, которые вы берете для приобретения жилья, только вас радовали, и чтобы в год лошади вы умели не только работать как лошадь, но еще умели хорошо отдыхать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впрочем, работники стройки рамики решили бороться за свои права, причем исключительно законными методами. Поначалу стали собираться у проходной с требованием пустить их к своим рабочим местам. Также писали письма городским властям. Я как представитель трудового коллектива взялся отстаивать нашу позицию трудовую, чтобы нас допускали до трудовых мест. Ну, кругом идут в основном отписки, начиная вот от президента, значит, также в прокуратура области. Через некоторое время рабочие вроде бы получили обещание пропустить их на свои рабочие места. Однако до окончательной победы было еще далеко. Чтобы ускорить процесс, рабочие стройки рамики решили привлечь к конфликту общественность. В марте они продолжили борьбу и стали устраивать одиночные пикеты у здания городской администрации. После этого с ними стали общаться некоторые депутаты. А в середине апреля случилось чудо. После почти годового простоя и борьбы рабочие стройки рамики наконец-то смогли зайти на завод, запустить печь и начать производство кирпича. Все-таки добились работы своей. Вот, как вы видите, у меня за спиной работает туннельная печь. Все активно, обжигается кирпич, люди рады, довольны. И просто стоит вопрос, зачем надо было все это разрушать. Долгое время, в течение года, если конкретнее, завод не работал. А сейчас он заработал и во вторник был выпущен первой партией кирпича. Вот этот кирпич, вот, пожалуйста, первая партия кирпича выпущена и уже вновь. Вот так, исключительно в правовом поле, рабочие строительные керамики сумели отстоять свое право на труд и зарплату. Прямо как в учебнике истории. Уважаемые рязанцы, сердечно поздравляю вас с наступающим новым 2014 годом и светлым праздником Рождества Христова. Новый год – это всегда ожидание перемен к лучшему, время добрых начинаний и новых идей. Пусть в новом году сбудутся ваши надежды и желания, а в работе и жизни сопутствует удача и успех. Пусть с вами всегда рядом будут ваши родные, верные друзья и надежные коллеги. Доброго вам здоровья, мира, благополучия, домашнего уюта и прекрасного праздничного настроения. Дорогие рязанцы, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождеством Христовым. Пусть уходящий год оставит в памяти только приятные воспоминания, а Новый год подарит мир, добро и благополучие. Тот душевный покой, тепло и уют праздничных дней пусть останется в течение всего года. От всей души желаю вам, вашим родным и близким, доброго здоровья, энергии, оптимизма и процветания. Немного грустная история продолжит программу. Это рассказ о двух сестрах-старушках. Он превратился у нас в журналистский мини-сериал. С не очень, надо сказать, счастливым концом. Родные сестры Екатерина Абрамова и Анна Бирюкова – ветераны Великой Отечественной войны и труда. Женщины, мягко говоря, солидного возраста, живут вместе в селе Стенькино в Старом Бараке. Младшая Анна Григорьевна чем может помогать старшей Екатерине? Родственников у них мало. Бабушки живут в ужасных, непригодных для жизни условиях. В селе Стенькино за стариками вообще присматривать не принято. Стану ее мыть в корыте мою. Понесла, не могу говорить, понесла в воду. Целое ведро воды на улицу. И упала прям в стенку ловой. Окна вываливаются, печка того и гляди рухнет в подпол. На кухне хозяйничают крысы. Засов на двери – хлюпкий крючок. А про удобство вообще говорить нечего. Бабушки ходят по старинке в ведерко. Вот только вылить его содержимое уже некуда. В районной администрации даже не скрывают, что за пенсионерами никто и не думал присматривать. Мол, и так скоро выборы. Чего уж дергаться? Спустя два месяца мы вновь проведали стенкинских бабушек. Своими силами, забравшись в долги по колено, старушки привели таки жилье в порядок. Добрые соседи и просто знакомые помогли сестрам залатать крышу, избавиться от старой печки, сменить окна. На все это ушло в общей сложности 150 тысяч рублей. Увы, ни администрация, ни сельсовет старушкам помощи так и не предложили. Люди приходили к нам, закупали, а ремонт делали люди бесплатно. Придут с работы и прямо к нам идут. Скажи, Сережа, потом. К нам приходят и делают до 12 часов. А с 12 они уходят, а утром опять на работу. Вот эти добрые, дай Бог им доброго здоровья, кто нам помогал, Господи. 2 октября у Екатерины Абрамовой был юбилей 90 лет. Пришли представители местной власти и торжественно вручили ветерану войны чайник и полотенце. Ценные подарки. И сказать нечего. Полотенце, конечно, пригодится, а вот чайник старушки побаиваются. Какой-то он уж больно вольный и своенравный оказался. С того дня мало что изменилось. Позвонили мы в Стенькино прямо перед Новым годом и узнали, что бабушки по-прежнему ждут обещанной канализации. Маленькие чиновники, получив крошечную капельку власти, распорядились так, чтобы она работала на них. И только на них. Мы люди не злые. Но вот хочется искренне пожелать депутатам и главе местной администрации такой же несчастливой старости. Ну хотя бы как в сказке, на время, чтобы ощутили на себе, что такое нищета, холод, голод и отсутствие туалета. Мне хотелось бы с оптимизмом взглянуть на год 2014, хотя он будет, наверное, нелегким, так как предстоит ему быть годом лошади. Но тем не менее, это год больших трудов. И я бы хотел пожелать всем нашим рязанцам, чтобы непосильные труды дали обильные результаты. С Новым годом, дорогие рязанцы! Всех вас! Дорогие рязанцы, вот и завершается 2013 год, который был успешным для системы пенсионного фонда нашей страны. Потому что все свои обязательства, которые были у нас перед старшим поколением, мы их в течение года выполнили. И наступает 2014 год, с которым хочется всех вас поздравить. И учитывая, что этот год является олимпийским для нашей страны, хочется пожелать, чтобы у всех было крепкое здоровье, чтобы все имели возможность заниматься спортом, вести активный образ жизни. Пожелать хочется также всем счастья, успехов во всех делах и благополучия. Из торжеств федерального масштаба надо отметить в итогах года олимпийский пробег по рязанским улицам. Огонь сочинских игр встречали как родственника. И даже слегка административный подход к обеспечению массовости никого не смущал. Ну а как в России, да по-другому. Ну и впрямь было интересно, какой он огонь-то этот самый. Наверное, одним из наиболее ярких воспоминаний в этом году для рязанцев стала эстафета олимпийского огня. Сейчас мы буквально за пару минут вспомним события того дня. Перед началом эстафеты олимпийского огня на театральной площади состоялся праздничный концерт. Перед сотнями горожан выступал рязанский народный хор. В это время факелоносцы, которым предстояло нести огонь на первых этапах, проходили последний инструктаж. Ну пока вообще все нормально вроде бы. Все ничего, погода хорошая, настроение тоже отличное. Так что все, все, все пока в порядке. Горожане встречали овациями кортеж эстафеты олимпийского огня. С приветственными словами со сцены выступил и мэр Рязани Виталий Артемов. Рязанцы, давайте встретим эстафету олимпийского огня достойно. И пожелаем нашим спортсменам на Олимпиаде в Сочи выступить успешно и представить нашу страну достойно. Факел от специальной лампады зажег заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Кирилл Сусунов. И эстафета олимпийского огня в Рязани началась. И вот с олимпийский огонь в Рязани! Десятки, да что там, больше сотни тысяч рязанцев вышли на маршрут прохождения огня, чтобы увидеть лично и запечатлеть памятное событие. Счастливые факелоносцы светились ярче олимпийского огня. Знаете, незабываемые впечатления на всю жизнь. Собственно говоря, наверное, я через всю свою жизнь пронесу это событие. В общем, чувства переполняются. Внукам рассказывают? Да, внукам, детям. С детьми уже фотографировался, прям с огнем. Знаете, я всем ставлю вопрос. Было ли ощущение единства? Вот интересно. Да, да. Редко бывает. Очень спасибо всем жителям города. Поддерживали просто неимоверно. Приятно, как это аплодирует. Аплодирует, машет, приветствует. Очень приятно. Факел с тем самым огнем из Греции удостоилась пронести Ольгу Лисицыну, заслуженный тренер России по художественной гимнастике. Встречай, Россия! Встречай, Лизайн! Самый настоящий праздник, самый настоящий огонь! Ура! Ура! Я буду с вами, друзья! Ваши, ваши, встречай, встречай! Еще, еще! Так что, по большому счету, праздник несения Олимпийского огня прошел гладко и без каких-либо эксцессов. А праздничная атмосфера царила в Рязани всю ночь. И правильно, когда еще такое будет? Уважаемые коллеги, уважаемые поклонники Восточный набор, уважаемые ученики. В год лошади, а я считаю, что год должен быть таким стремительным, быстрым, я думаю, что нам должна улыбнуться удача, и наши победы будут более весомые, чем в прошлом году. Тем более, наступает год Олимпиады. Всем творческих успехов, коллегам побед, детям хорошей учебы. С Новым годом! Декабрь почти закончился уже, и снова близок праздник новогодний. И мы всегда надеемся в душе, что все печали Новый год прогонят. Мы старый год благодарим за все. Он разным был, но все равно хорошим. Пусть Новый год удачу принесет, и все мечты осуществить поможет. Дорогие друзья, я желаю всем здоровья, благополучия и исполнения желаний. Будьте счастливы! С Новым 2014 годом! Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Новым 2014 годом и с Рождеством Христовым. Новогодняя пора – это всегда радость и в детстве, и сейчас, уже в зрелом возрасте. Каждый человек радуется, когда приходят новогодние праздники, потому что приходит Новый год. Приходит та пора, когда мы переосмысляем год прошедший и намечаем, делаем такие определенные планы на год грядущий. И хотелось бы пожелать каждому, чтобы эти планы, добрые планы, хорошие планы, Господь благословил, и они исполнились. А то злое или то негативное, что было у нас в прошлом году, оно исчезло в нашей жизни навсегда. Храни вас всех Господь, и пусть Господь своим Рождеством, пришедшим в мир, хранит каждого из нас с праздником. Северный обход Открытием года надо бы назвать Северный обход, который все же удалось достроить в 2013 году. Тянулся это долго, замысловато, и уж начали было думать горожане, что кроме угрюмых надолбов, раскуроченных оврагов, доземляных валов, ничего мы больше не увидим, а нет. По всей видимости, главную роль здесь сыграли даже не федеральные деньги, не поддержка Москвы, а губернаторское упорство. Не в наших правилах рассыпаться в благодарностях перед начальством, но тут уж ничего не поделаешь. Если бы наш не ездил по московским кабинетам вплоть до самого высокого, не контролировал ежедневную стройку, не гонял дорожников, да что там, не озлился бы в хорошем смысле на весь этот долгострой, не было бы у нас в Рязани такой дороги. Наконец-то долгожданная спасительная дорога Северный объезд открыта для пользования рязанцев. Северный обход открыт! Ура! Хочу от всей души поздравить вас всех с завершением большой работы по созданию Северного обхода Рязани. Новая скоростная и современная автотрасса – главный объект дорожной отрасли региона за последние годы. Это большая победа. Все это время нам помогал Федеральный центр. Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за личную поддержку и постоянное внимание к строительству Северного обхода. В городе строятся развязки и, конечно же, вот этот замечательный участок. Я хотел бы поблагодарить строителей прежде всего, которые за такой короткий срок сделали такую качественно хорошую работу. Больше 10 лет простоя – 2,5 года усердной работы, 4,5 километра асфальта и 4,5 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Этот объезд на треть облегчит жизнь рязанцев. Ведь сотни большегрузных автомобилей покинули улицы нашего города. В интернете появилась видеозапись, которую поделился один из молодых рязанских автомобилистов. Запись буквально называется «От конищего до круиза за 3 минуты». Длится она 180 секунд. Мы решили проверить, насколько это реально. Ведь запись была сделана именно в тот день, когда Северный объезд был открыт. Тогда еще не все автомобилисты знали о нем. Вот сегодня в условиях пробки мы попробуем добраться от конищего до круиза за 3 минуты. Но это как минимум. Мы проехали от солнечной до круиза за 2 минуты. Ни одна гладкая дорога не будет обделена вниманием гонщиков местного разлива. Поэтому официально заявляем, Северный объезд – это город. Гонять на нем нельзя, да и, несомненно, опасно. Да и вообще, дорогие водители, терпение вам и внимание. Нас с каждым годом становится все больше и больше. А дороги наши шире и лучше не станут уже, наверное, никогда. Уважаемые жители Рязанской области! Дорогие земляки! Уходит в историю 2013 год. В нем было все – победы и неудачи, обретения и потери. Но мы были вместе. Активная поддержка общества позволила многого добиться. Главное, что в этот трудный год мы выполнили все социальные обязательства и создали задел на будущее в экономике. Мы движемся в правильном направлении, и успех придет обязательно. Искренне хочу, чтобы в будущем году наша любимая Рязанская область стала богаче, благоустроенней, успешнее, чтобы каждый рязанец стал жить более комфортно и благополучно. Дорогие друзья! Пусть новый 2014 год принесет вам удачу и на работе, и дома. Пусть мир, покой и уют будут в каждой рязанской семье. Желаю уверенности в своих силах, счастья, здоровья, согласия. С праздником, дорогие мои! С Новым Годом! А вот за сим разрешите откланяться журналисты, редакторы, режиссеры, операторы и, конечно же, отцы-командиры телекомпании «Город» поздравляют вас, дорогие рязанцы, с праздниками, Новым Годом и Христовым Рождеством. Станем в 2014 году дружнее, добрее и справедливее, в конце концов. Пусть живет Россия, пусть процветает наш город. И счастья всем добрым людям. До встречи в эфире. С Новым Годом!